Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о уникальном грибе дождевик. Дождевиков много видов, и они являются лекарственными грибами, как, собственно, и все грибы. Просто давно люди забыли эти свойства, и только лишь жарят, варят, получают вкус ради вкуса. Но тогда, если пожарить и сварить грибы, свойства их лечебные теряются. А ведь гриб дождевик является уникальным сорбентом, который впитывает и выводит из организма яды, тяжелые металлы, радионуклеиды, и этим шансом грех не воспользоваться нам с вами. Поэтому я сейчас вам буду рассказывать, а вы внимательно слушайте, как можно использовать этот уникальный гриб в повседневной своей жизни, при тяжелых и разных совершенно заболеваниях, с какими другими грибными препаратами его можно применять, при каких заболеваниях, как все это сделать просто, легко, доступно. И вот понятным языком, простым, я сейчас все это вам изложу. Ну а вы потом оцениваете данное видео, насколько вам было это интересно, полезно, и снимать и про другие грибы мне новые видео. Напишите об этом обязательно в комментариях под данным видео в ютубе, да? Прямо напишите, не поленитесь. Ну и, конечно, ставьте пальчики вверх, если вас это видео заинтересует. Так, приступим. Ну, во-первых, дождевик, как и мухомор, как и белый гриб, знают, наверное, все, понятно. Перепутать его почти невозможно, потому что это такие ватные шарики, от мала до большого размера, кучку сложены вдоль дорожек, и дедушким табак его еще называют, когда он созревшей ногой стукнут, оттуда идут споры, темный дым серый такой, даже коричневый. Первое важнейшее свойство дождевика – это возможность с помощью него останавливать кровь, кровотечение, да, останавливать, и дезинфекция ран. Дело в том, что если вы вот где-нибудь в лесу, на даче, там, неважно, порезались, или хоть в городе, но у вас с собой в аптечке вообще дома есть дождевик, под рукой, например, нет йода, мази вишневского или чего-то еще, перекиси водорода, то можно сорвать, если он, конечно, растет в данный период времени года, шарик дождевика разломать пополам и приложить к ране. И кровь очень быстро остановится. При этом не будет нагноения, а ранка будет быстро затягиваться, особенно если два-три раза в день менять и прикладывать срезанный дождевик, или посыпать порошком. Дело в том, что в зрелом состоянии, ну, гриб похож на такую, как бы это сказать, такую как пепельницу, почему дедушкин табак называют, но при этом антисептических свойств он не теряет. Дело в том, что его споры, вот эти самые, да, которые находятся вот в этой так называемой пепельнице, содержимые вот этого мешочка, да, можно высыпать в баночки и хранить, а если прикладывать гнойным или, допустим, даже тромбофлебитным ранам, язвам, то они быстро и быстрее заживают. Да, я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал, кто еще не подписался, и не забыть нажать на колокольчик. Нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео, и не забудете посмотреть те, которые будут вам интересны. Поделитесь моими видео в соцсетях, подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам, ну, если, конечно, вы сочтете это нужным. Я рекомендую. Вот этот спороносный порошок из зрелых дождевиков можно и нужно заготавливать, и очень долго они, несколько лет, хранятся в стеклянной баночке, естественно, в сухом месте, и вот даже глубокие пролежни, и это известно в науке и в медицине, посыпали, и эти язвы, раны заживали. Кстати, в 1950-е годы французские фармакологи нашли в дождевике противоопухолевое вещество, которое назвали кальвацин, но его синтезировать очень дорого и сложно, поэтому даже сейчас выпускаются натуральные препараты из дождевика с повышенным содержанием натурального кальвацина, ну, там смешивают синтетические натуральные просто добавки, конечно, лучше всего чистое, это понятно, но это дороже. Так вот, это вещество угнетает любые виды опухолей, и доброкачественные, и злокачественные. Это не значит, что дождевик панацея, и он от рака вот поможет наверняка, он поможет в сочетании с другими грибными препаратами. Я расскажу в конце этого видео, зачем и как, и почему, для чего применять дождевик в каких комбинациях. Так вот, особенно, кстати, хорошо показал себя дождевик при рассасывании миом, и даже затвердевших миом при мастопатии, да, и при новообразовании щитовидной железы. Естественно, наряду с другими, например, такими, как грибами шитаки, и трутовик лиственничный, который, кстати, является очень сильным гепатопротекторным средством, то есть устанавливающим клетки печени, чистящим печень. Это очень важно при подобной чистке. Так вот, почему всё-таки это гриб-пылесос? То есть, что он вытягивает из организма? Так вот, вы, наверное, знаете, что все грибы накапливают тяжёлые металлы. И это действительно так. Кстати, дождевик в этой своей связи, что он не просто может накапливать, лучше других грибов его используют для очистки зоны радиационного поражения. Если взять дождевик, и даже такие эксперименты проводились научные, когда высаживают на один квадратный метр, выращивают и собирают в возрасте, ну, в размере кулака взрослого человека, мужчины, 5-7 дождевиков с квадратного метра, они вытягивают полностью радиационное заражение радионуклиды с этого квадратного метра. Ну, потом, естественно, это надо утилизировать, но это просто вот, что называется, к слову. Так вот, действительно, если расположен химический комбинат какой-то рядом, дороги, да, то там будет огромное накопление тяжёлых металлов радионуклидов, смотря какие предприятия, в грибах. Поэтому очень важно, чтобы грибы были с экологически чистых зон, далеко-далеко, несколько километров от дорог минимум. Только так их можно собирать, имейте это в виду. А что продают по дорогам, когда едем, это же может быть и убийство людей. Так что имейте это в виду. Для чистки почвы, так я сказал, используют, да. Но в нашем случае, что можно сделать? Когда медики заинтересовались этой уникальной особенностью грибов, и стали проводить массовые исследования. Так вот, оказалось, что в организме грибной порошок ведёт себя точно так же, как и на полях, что называется, в лесах. Клетки гриба просто засасывают, ну вот как пылесос, атомы тяжёлых металлов и радионуклидов. И свинец, и кадмий, и другие. Так вот, проводили, и таких исследований было очень много, когда берут две группы мышей, их сажали на диету с повышенной дозой свинца. Мышам второй группы через неделю начали давать препарат на основе дождевика. Первая группа была на обычной диете. Так вот, на следующий день в экспериментах животных второй группы был обнаружен свинец. Понятное дело. Следы которого находили ещё три дня. А в экскрементах мышей первой группы свинца не нашли. То есть, он остался в организме. Данную особенность дождевиков, ну, применяли с целью выведения из организма и соединений фтора, и хлора. То есть, проводили такие исследования. И абсолютно с тем же успехом. Так вот, это означает, что как раз профилактический приём препарата дождевика любого человека обезопасит тех людей, кто работает на вредных предприятиях, химических заводах, каких-нибудь вредных производствах. И предотвратит от саркоидоза, строидоза и других тяжёлых заболеваний. Так вот, понятно, что не стоит говорить о тех предприятиях, где повышенная зона радиации, в тех городах крупных, где зашкаливает естественный фон или, наоборот, неестественный. Там типа Мурмонск, Морильск, Родвинск. Про Чернобыль не говорю, но вы сами понимаете. Кстати, очень интересный момент. Вот бывает, что в рационе хронически не хватает йода. Патологии, допустим, бывают у людей, которые особенно проживают в загрязнённых таких территориях, которые были самые распространённые патологии, например, диффузный токсический зоб. В этом смысле я, конечно, рекомендую фукус. И только с ним через 3-4 месяца, иногда больше, у людей проходило это заболевание. Но если учесть и этот фактор, что вот теперь вы знаете о дождевике, гораздо быстрее это пройдёт и качественнее. Если радионуклиды накапливаются в организме, они как бы переориентируют щитовидную железу. Дело в том, что они её просто заставляют, что называется, забывать, как нужно усваивать йод и перерабатывать. То есть, вот поэтому происходит такой сбой, грубо говоря, так это происходит. Каким образом выводят радионуклиды? Дело в том, что вот его клетки – это такая особо структурированная ткань, состоящая из клеток грибы, которые пористые. Причём разница осматического давления, осмос напоминает проникновение растворителя через полупроницаемую мембрану, способность сорбировать, у него особо велика. И он как бы всасывает эти радионуклиды, то есть за счёт осматического разницы давления. Ну не только, и тяжёлые металлы, разумеется. И как мешок для отходов в организме вот скапливает. А потом выводит эти отходы из организма, понятно, с продуктами обмена веществ. Так вот, вот, например, урач-фунготерапевт Васильева описывала следующий интересный случай. Она пишет. Помню случай с 30-летней женщиной, когда её увидела, подумала, что ей далеко за 40. Такая вялая серая кожа, тусклые редкие волосы, слезящиеся глаза с жёлтыми белками. Жаловалась на всё. Истощение, усталость, боли во всем теле, нарушение сна, проблемы со стулом. Врачи ставили диагноз вегетсосудистая дистония, понятно. Ни у кого даже не возникло мысли послать её к паразитологу. Пациентка страдала очень тяжёлым хроническим апистархозом. Напоминаю, посмотрите мою лекцию о паразитах. В апистархе это такие печёночные сосальщики, которые живут в печени, поедают клетки печени, до 40 лет могут жить, попав единожды в организм. Дальше читаю. На это указывали и анализы крови, и анализ слюны. Инфекционисты лечили её месяц. После этого она принимала дождевик, а лечили как? Есть такой антипаразитарный курс программы, который каждый человек должен проходить хотя бы два раза в год. Если он идеально соблюдает правила гигиены, я таких людей ещё не видел хотя бы раз в год. Так вот, у меня на сайте nadgar.ru есть такой набор антипаразитарной полной программы. И есть такой мини-инфопродукт номер 14. Это методики лечения от паразитов. Там более часа таким темпом, как я сейчас говорю, информации. То есть колоссальный объём, важный, нужный для каждого информации. Обязательно советую приобрести, пройти антипаразитарную программу. Читаю дальше. Так вот, а дождевик стала принимать она, чтобы вывести токсины. Что, кстати, очень разумно после прохождения антипаразитарной программы. Хотя, напоминаю, в самой антипаразитарной программе два из трёх грибных препаратов. И это тоже гепатопротекторные средства, которые восстанавливают печень. Однако, с дождевиком потом, пройдя курс антипаразитарный, пройти месяц хотя бы с дождевиком было бы здорово. Как, кстати, скажу сразу, чтобы потом не забыть. По три капсулы три раза в день за 20-30 минут до еды, если только этот гриб принимать, запивая водой. И на месяц потребуется для одного взрослого человека от 60-70 кг массы тела, соответственно, 5 баночек, если три раза в день по три. А если меньше вес, значит, три раза в день по две. Ну, а детям можно с 6 лет по одной капсуле три раза в день запивая водой. Читаю дальше. И когда через 4 месяца я вновь её увидела, то смогла вспомнить только по фамилии. И очень удивилась. Цветущая, с румянцем на коже, блеском в глазах. И выглядит даже моложе своих 30 лет. Вот такой удивительный этот гриб-дождевик. Это вот Васильева написала такой интересный случай. Ну что ж, известны и другие описания врачей-фунготерапевтов по своим пациентам. Например, вот такое я вам сейчас зачитаю. Самое простое использование дождевика – это выведение токсинов после перенесённых гельминтозов, гепатитов, то есть заболеваний печени серьёзных, вирусных и прочих, заболеваний почек, дисбактериозов, то есть состоянии, когда страдают кожа и волосы. Примеров множество. Хорошо помню 15-летнего мальчика, которого привезла мама. У него не было живого места на лице и спине. Всё было покрыто угрями, чириями, пятнами от заживших прыщей. Ставили диагноз дисбактериоз, лечили лактой и бифидобактериями. Успеха не было, так как эти культуры не могут прижиться на патогенной микрофлоре. Вот, кстати, дорогие друзья, о чём я всегда говорю. То же самое, что пытаться засеивать пшеницей поля, предварительно не уничтожив сорняки. Ну, разумно. Дождевик помог очень хорошо и быстро. Кожа очистилась. Ну, конечно, не мгновенно. На это ушло полгода. Но я подчёркиваю, это при таких страшных запущенных состояниях, да ещё человек питание, я уверен, никак не поменял. А изменив питание, пройдя антипроизитарную программу, очистив организм, пройдя ещё очищение уже вот такое дождевиком в конце, конечно, и двух месяцев будет достаточно. Хорошо заметны косметические результаты применения дождевика. Когда кожа действительно делается эластичной и упругой, меняется даже цвет. Она становится матовой, то есть здоровой. Очищаются белки глаз, становятся голубоватыми, как в детстве. Ну, у кого голубые зрачки. Радужка, вернее, да? А всё из-за того, что дождевик словно пылесос вычищает пыль и обивки с ковров. Ну, это так, условно. Так оно и есть. Дорогие друзья, значит, что я хочу сказать по этому грибу. Если вы сами решите заготавливать, надо его делать заготавливать в дегидраторах. Если вы хотите сохранить лечебные свойства, категорически запрещается жарить, варить, тушить и так далее. И сушить не выше 35-38 градусов, иначе действующие некоторые вещества лечебные разрушаются. Правда, сорбционная его способность сохраняется где-то до градусов 45 обработки. Ну, так вот. Поэтому в дегидраторах, лучше в карбоновых, самое, конечно, лучше в вакуумных, но это дорогое профессиональное оборудование. Поэтому препарат, который производится... Кстати, хочу вам сразу сказать, вот этот дождевик у нас препарат, который вы можете приобрести на сайте nadgar.ru, зайти туда и, соответственно, приобрести этот грибной препарат. Так вот, что я хочу сказать. Этот гриб, дождевик, не есть сушёный измельчённый порошок, как некоторые могут подумать, а это концентрат действующих полисахаридов, фитонцидов и других биологически активных компонентов, лечебных из грибов, которые достаются лабораторным путём. И сверхсорбирующая поверхность. То есть, таким образом, этот грибной препарат очень действенен. И действительно, я рекомендую от месяца до трёх, в зависимости от стадии, так сказать, поражения кожи там и так далее, значит, каких-то вот этих вот проблем, которые я описал выше, или после операции, после отравления различными антибиотиками, прививками. Мало ли, кто в жизни нахватался из пищи или из воздуха, тех же тяжёлых металлов, особенно при дыхании. Люди, которые живут в городах, ходят постоянно по улицам, где машины тысячами ездят, и дышать невозможно. Вы думаете, в организме вашем нет тяжёлых металлов, и они все выводятся из организма? Ну, это абсурд. Поэтому каждому человеку тоже два раза в год. Вот прямо после антипаразитарной программы я советую месяц, вот такую дозу, три раза в день по три, значит, принимать грибные препараты дождевика, а вот если есть на то желание, это вполне разумно, то ещё один месяц уже можно в уменьшенной концентрации по две капсулы три раза в день принимать. Значит, теперь смотрите, какие комбинации лечения, как я могу посоветовать и при каких обстоятельствах. Про антипаразитарную программу сказали. После какой-то терапии медикаментозной, безусловно, тоже. Как применять при доброкачественных заболеваниях? Во-первых, если есть кисты, миомы, полипы, фибромы и так далее, я рекомендую первый месяц принимать такие препараты. Весёлка водорастворимая по одному саше пакету два раза в день за 30 минут до еды. Порошок из пакетика в рот высыпать, запить водой, ну, в рот набрать воды и буль-буль-буль размешать, проглотить и выпить оставшийся стакан воды, из которого вы отхлебнули. Теперь то же самое сделать только за 20 минут до еды два раза в день с шитаки. Водорастворим им по одному саше пакету два раза в день. Таким образом, весёлки и шитаки пойдёт по две коробочки на один текущий месяц лечения. А вот третий гриб вначале применить метаки по две капсулы три раза в день. То есть, три баночки пойдёт на один текущий месяц. Это за 10 минут до еды запивает также стакан воды. То есть, между каждым грибным препаратом в последующем 8-10 минут пауза перерыв. И таким образом, два месяца. Третий месяц два первых препарата весёлка и шитаки водорастворимые сохраняете. А дождевик три капсулы три раза в день за 10 минут до еды начинаете потреблять один месяц. Это третий, соответственно, месяц. А четвёртый месяц то же самое, только дождевика можно по две капсулы три раза в день уменьшить количество. И таким образом, на первый месяц приёма дождевика, или третий месяц от начала методики лечения, будет пять баночек, на четвёртый месяц три баночки пойдёт. Свечи стоит тоже дополнительно применять на ночь ректально весёлка и шитаки, если есть подобные заболевания. Каким образом? Сегодня весёлка, завтра пропуск, послезавтра шитаки, потом опять пропуск, и так далее. Цикл замыкается. По одной пачке весёлки и шитаки свечей хватит на два месяца. То есть, вот на третий, четвёртый месяц. Ну и на первый, второй тоже, потому что свечи желательно применять с самого начала. А дополнительно, те места, где под кожей есть какие-то узлы, проблемы, мазать снаружи, разумеется, на коже, кремом весёлкой два-три раза в день. Можно с двойным подходом. Высыхает ещё, намазали. Это, что касается именно вот такого рода заболеваний. Естественно, есть свои особенности, свои нюансы. Поэтому, конечно, лучше проконсультироваться со специалистом в данном вопросе, то есть, хорошим фунготерапевтом, с тем человеком, кто владеет информацией о биологических моментах, вопросах, особенностях, с знанием дела, что называется. Для долгосрочного достижения результатов здоровой, что называется, шелковистой кожи, нужно принимать дождевик дольше, до полугода. Можно вполне по две капсулы, три раза в день, в течение нескольких месяцев. Если же есть какие-то другие заболевания, дождевик, как и другие грибные лечебные препараты, можно использовать в так называемой троице, то есть, вместе с другими двумя какими-то грибами. Подбирают их специалисты, в зависимости от ваших состояний. Но можно дождевик потреблять вполне отдельно. При каких заболеваниях ещё применяется гриб-дождевик? Ну вот, при следующих, которые вы видите на экране. Есть другие виды дождевиков, которые вы могли встречать в природе. Естественно, они широко распространены в смешанных лесах, на широколистенных лесах. Все вы знаете. Ну вот, посмотрите. Только помните, что не все они вкусны и съедобны в плане пищевой ценности. Кстати, представляют самый высокий уровень ценности пищевой. Это гигантский дождевик, который содержит очень много, в том числе, белка. Но если его есть сырым, то этот белок вполне может усвоиться. Он, конечно, гораздо легче животных, так называемых, белков, потому что он не высокомолекулярный, а всё-таки ближе к низкомолекулярным белкам. Поэтому легко разберётся до аминокислот и не будет реакции антигена-антитела, как от высокомолекулярных, в том числе, в первую очередь, животных белков. Но если вы хотите понять это подробнее, посмотрите мою лекцию «9 причин болезней». Там я подробно разбираю вопрос о белках, о реакции антигена-антитела, о том, что происходит, когда человек ест животную пищу и о последствиях этой диеты. Дорогие друзья, ещё раз хочу вам акцентировать внимание на том, что да, грибы вкусные, как, собственно, и многое, жареные и варёные, как вы привыкли, потому что вы добавляете масло, соль, специи, что-то ещё. Меняются, так сказать, природные естественные вещества. Возникают те, которые вам по вкусу уже понятны, к которым вы привыкли. Это всё хорошо и, пожалуйста, ешьте. Но помните, что лечебные свойства грибы любые теряют, когда термообработка происходит выше 38 градусов, потому что многие действующие лечебные лекарственные вещества, полисахариды, фитонциды грибные, разрушаются уже при 38. Такие, как, например, вещество хиномоноза, которое находится в лисичках, являющееся мощнейшим антипаразитарным лекарством. Это, например, полисахарид лентинан, который находится в грибе шитаки и является мощным иммунным фактором, иммуноукрепляющим, и антираковым тоже, и так далее. Так что имейте это в виду. Теперь вы это знаете, и кто-то скажет, а как же грибы сырыми? Ну, слушайте, ну, естественно, грибы сырыми. Все грибы, которые можно есть, едят сырыми. Даже сыроежка есть такое слово, потому что сырым есть. И белые грибы, которые даже в Италии в салаты подают и в разных ресторанах до сих пор. И не только они, и шампиньоны, и вешенки, и прочее. Всё сырыми, вот тогда они будут лекарствами. Но, конечно, не те, которые на фермах вырастили, в магазинах продают за, понятно, копейки. Это фермерские штаммы, совершенно другие, быстро растущие. Как их растят? На чём? На каком сырье? Помните, что грибы впитывают тяжёлые металлы и другие ядовитые вещества. И поэтому это очень опасно. И тут нужно быть уверенным. Либо самим растить очень качественно. Но вот мы, кстати, знаете, всё-таки в этом году, наверное, уже возьмёмся и будем выращивать на мощных таких больших старых осиновых поленьях из леса привезённых вот вешенки, как минимум. Но об этом мы вас проинформируем. Кого это будет интересовать, можете на наших сайтах это увидеть. Если вы подписаны на рассылку, то вы обязательно увидите её и не пропустите от нас такое уведомление. Ну что ж, дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, всем вам, особенно хорошим людям, да? И до новых видео. Подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы приходили напоминания. И вы не пропустите интересные, важные, ценные видео, которых будет ещё немало. До свидания.